всем привет а я наташа и сегодня мы вам расскажем о том почему вам не нужно заводить соболя и как обычно я буду оператором а виктория будет рассказывать об этом соболь это очень милое животное с необычайно разрушительным и гиперактивным характером так 10 причин почему вам не стоит заводить соболя дома первая причина вы человек не уравновешенные и часто психуете животное вам это не подойдет соболь будет шкотить и постоянно пытаться вывести вас из себя и и вторая причина у вас недостаточно времени на соболя животным нужно заниматься гулять с ним как минимум 3-4 часа в день и если у вас этого времени нет то животное будет страдать и Так, молодец. Если Соболю некуда будет выплеснуть энергию, которая скопилась в него за день, он будет вас доставать. Для нормального содержания Соболя вы должны выйти 3-4 квадратных метра для существования. Там его уголок, его домик, его территория. Тогда не должен никто заходить. Нужно пожертвовать этими метрами. Если Соболю будет мало места, он будет хилым и агрессивным. Если вы слишком трепетно относитесь к порядку. С Соболем порядка не будет. Соболь всегда залезет, достанет, распотрошит, раздерет, украдет, размажет. Да. Вот, например, Соболь Бадди разодрал пуф, наполненный пенопластовыми шариками. И теперь он весь в пенопластовых шариков. Хотя он знает, что этого делать нельзя, но он нашел время, когда никто не видел, и сделал это, потому что это весело. А вот так вот выглядит кухня, если до нее добрался Соболь. Бадди каким-то образом открыл дверь, и вот теперь кухня стала такая. Соболи запасливые, поэтому они воруют. И все, что они у вас украли, они попрячут в ваши карманы, в шторы, в непредназначенные для этого места, в обувь и... и вести. Бадди! Бадди! Бадди, нет! Укуслась оттуда быстро! Такой недобой, конечно. Нужно повесить здесь. Отличное место. Или я. Бадди, отличное место. Бадди, это прекрасно, что ты... Он так повесил, и еще как флаг висит. О, боже, Бадди! Все, я сейчас заклею ее. Причина номер шесть. В вашем доме слишком хороший ремонт. Конечно, хороший ремонт подразумевает, что у вас не отваливаются обои, что все чисто, красиво. Но, что может сделать Соболь? Во-первых, он может пропрыгать по новым обоям. И это будут царапины или заусенцы на обои. Ничего себе! Дальше. Он может, как это было у нас, намазать по углам мясо, например. Ну, то есть, красивый, значит, угол с кусками мяса, на нем висящими. Вот таким образом он пытался спрятать свое мясо. Может отодрать резиновый уплотнитель из пластиковых окон или дверей. Он может оторвать наличники у дверей. Может продрать немного двери, если двери не очень дорогие. Если ваш ремонт не качественный. И старый. Соболь всегда найдет оторванные обои. Отрвет их немного больше для того, чтобы спрятать туда свою вкусняшку. Вы с семьей решили пообедать и выпустили Соболя. Будьте готовы защитить свою еду. Потому что Соболь не дремлет. Он смотрит, когда вы отвлекаетесь, когда вы не отвлекаетесь. И обязательно залезет к вам в тарелку. Перевернет ваш стакан с соком, с чаем. И украдет все, что можно с вашего стола. Вот. Уйди! Подработайте. Переверните! Вы любите собирать в своем интерьере всякие памятные безделушки, это могут быть маленькие фотографии в рамочках, может быть какие-нибудь статуэтки, цветы в горшках или что-то подобное. Соболь обязательно запрыгнет, все скинет, развалит и цветы убьет. Соболь не то животное, которое позволит вам гладить себя как котик. Если вы любите животных, с которыми можно поваляться на диване, поглаживая их и почесывая, то соболь животное не для вас, поскольку для соболя ласка скорее наказание. Он очень любит кусаться, бегать, прыгать, играть, но он не любит совсем лежать на коленях или ласкаться. Насильные ласки. Стой. Буду гладить, гладить, буду гладить. Вадя, я держу тебя за задние лапки и глажу. Гладишь. Насильные ласки. Ой, мой хороший мой, какой любит ласкаться, как мальчик любит ласкаться. Ой, как любит ласкаться мальчик. Дай, поглажу. Дай, поглажу. Опа. Все. И самая главная причина, причина номер 10, это вы не терпите метки животных. Несмотря на то, что у соболя метки не пахнут, но они все-таки имеют цвет и форму. И он их расставляет на входе обязательно. Если у вас гости, если гости только что ушли, он обязательно пометит, скажет, это моя территория. Около межкомнатных дверей, возле своей еды, около унитаза, может быть, пометит ванную. В общем, все места, которые чем-то могут пахнуть, он обязательно пометит с собой. И какие же бывают метки соболя? Они бывают. Желтенькие и коричневенькие. Писюки и какули. Ужасно звучит, Даша. Желтенькие метки он может поставить даже на вас. Потому что он вас, как свою территорию, должен отметить. Он выходит из вольера, прыгает первым делом на вас. Когда приходят гости или вы приходите откуда-то, он первым делом прыгает на вас и оставляет на вас метку. Но не обязательно. Может просто протереться. Пузиком. Пузиком. Вот так вот вас встречают, когда вы приходите с тобой. Да? Все, все нормально у меня. Ничего не отвалилось. И все проверил. Еще раз дам его. Ну давай. Да, в капюшоне, в капюшоне. Соболь метит все, что любит. И если он вас любит, он вас тоже будет метить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.